Ремонт Октябрьского моста в Ярославле продлится до конца сентября. Несмотря на то, что проезжую часть откроют в первый день осени, подрядчик продолжит выполнять свои обязанности. Наш корреспондент Эльдар Мендиахметов узнал, как продвигается реконструкция и что приятно удивит автолюбителей. Степень готовности Октябрьского моста составляет 90%. Основной объем ремонтных работ уже выполненный 1 сентября. Здесь откроется движение транспорта в полном объеме. Однако для завершения всей реконструкции потребуется чуть больше времени. В ходе работ вскрылись недостатки, которые перечеркнули первоначальные планы. Уникальное искусственное сооружение, простоявшееся больше 50 лет, под такой интенсивной эксплуатацией. И то, что предусматривается изначально проектом, вскрытие показало, что не все соответствует действительности объема. И те конструктивы, которые подлежали ремонту, они масштабно поменялись. То есть консольную часть ее пришлось делать практически в полном объеме. То есть разрушать старый бетон, который потерял свои прочностные характеристики. Мы их восстанавливали в полном объеме. Кроме того, две недели драгоценного времени занял обмен низкосортных материалов. Впереди ремонт опоры номер 10, благоустройство тротуаров и установка шумозащитных экранов. По словам подрядчика, Октябрьский мост не будет уступать юбилейному по комфорту и качеству. И, безусловно, приятная новость для ярославских автолюбителей. Теперь, пересекая Октябрьский мост, больше не будет слышен грохот и лязг металла. Новые итальянские деформационные швы сделают передвижение более комфортным. Много шума среди жителей Ярославля наделала покраска моста. Работы обошлись в круглую сумму с семью нулями. Но, по словам подрядчика, на то были серьезные основания. Много вопросов звучало в эту тему, что, собственно, покраска. Пришел кисточкой покрасил. Для того, чтобы покрасить искусственное сооружение, нужно произвести инициирование трещин, ремонт техконструкций, расшивка швов, подготовка поверхности под покраску и нанесение трех слоев, собственно, покрасочного материала. Поэтому процедура, она на самом деле очень длительная, требует очень много ручного труда. И, собственно, отсюда и цена складывается. Стоит отметить, обязательства по контракту подрядчику необходимо выполнить до 31 сентября. Гарантия на конструктивные части сооружения составит до 7 лет. Эльдар Мегехметов, Василий Мосин.